Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность принять участие в этой сессии. И хотелось бы поделиться опытом лекарственного обеспечения в нашем регионе, а именно в Московской области. И несколько слов о нашем регионе. Это второй по численности регион в нашей стране. Проживает здесь практически около 8 миллионов человек. 55 место в Российской Федерации по площади. Это 44 тысячи квадратных километров. Ну и если мы возьмем прикреплённое население, 8 миллионов, то более чем 26% это люди старшего трудоспособного возраста. Я хочу сказать, что в нашем регионе для того, чтобы максимально приблизить онкологическую помощь к населению и к нашим онкологическим больным, на данный момент уже функционирует 22 центра амбулаторно-онкологической помощи, которые могут быть организованы в организациях как частной, так и государственной формы собственности. И, конечно, все мы работаем на основе наших федеральных законов и региональных нормативных актов. Основные из них это 323 федеральный закон, это наш 116 приказ по онкологической помощи. И если мы коснемся нашей Московской области, то основной регламентирующий документ по оказанию онкологической помощи – это распоряжение 161Р и ключевые позиции этого документа – это усиление первичного онкологического звена, это централизация компетенций и единый алгоритм маршрутизации пациента от подозрения на онкологическое заболевание до диспансерного наблюдения. Как мы все знаем, каждый год происходят изменения в КСГ, по которым мы все работаем. И, соответственно, в 2022 году также эти изменения произошли. Мы видим, что как в круглосуточном, так и в дневном стационаре у нас увеличилось число уровней КСГ с 13 до 17. И, соответственно, ряд изменений произошел как с базовой ставкой, с тарифами, с коэффициентами зарата емкости. Ну и давайте теперь несколько слов об особенностях финансирования лекарственного обеспечения наших пациентов именно в нашем регионе. И могу сказать, что уже не первый год есть работа над тем, чтобы постараться все-таки дать возможность нашим пациентам получать качественное лечение, в первую очередь лекарственную терапию. И это, в первую очередь, касается, конечно, дорогостоящих схем. И если мы возьмем 2020 год, то уже тогда была проведена разгруппировка 13 уровня. Это самые дорогие схемы на 7 подгрупп. В 2021 году эта работа продолжилась. И мы видим, что уже 11, 12 и 13 уровень лекарственной терапии, они также были разгруппированы на 10, 9 и 3 подгруппы. Ну и в 2022 году эта работа была продолжена. И что же дает нам эта разгруппировка? Разгруппировка КСГ, она все-таки дает возможность оптимизировать применение дорогостоящей противоопухолевой терапии на уровне региона. Соответственно, соблюдение принципа бюджетной нейтральности позволяет остаться в рамках существующего бюджета, потому что мы все понимаем, что дополнительных средств нам сложно ожидать. Мы должны уложиться в те рамки, которые у нас есть. Ну и предыдущие докладчики как раз подробно осветили ту тему, когда мы должны соответствовать принципу бюджетной нейтральности. Но в этой ситуации у нас получается так, что в одной группе КСГ у нас есть и маржинальные схемы, и дефицитные схемы. И, конечно, ни для кого не секрет, что в связи с этой ситуацией автоматически, наверное, приходится под это подстраиваться. И все-таки экономический выбор, он, к сожалению, в ряде случаев может превалировать над клинической целесообразностью. Ну и с 31 марта этого года также были выделены подгруппы КСГ с 14 по 17 уровень. И вот теперь я хотела бы более подробно как раз показать, как это происходит. Если мы возьмем круглосуточный стационар и посмотрим на, например, уровень 15, то если в этом уровне заложено коэффициент затрата емкости 13,86, то после разгруппировки будет коэффициент затрата емкости от 8,7 до 19,8. Также и, соответственно, с уровнем 16, уровень 17. То есть за счет разгруппировки мы даем большую возможность дифференцированно подойти к назначению тех препаратов, которые входят в эти группы. Если внимательно посмотреть, что туда входит, то многие из них – это схемы, которые включают в себя иммуно-онкологические препараты. И здесь также представлены данные по дневному стационару, также произведена разгруппировка этих уровень. И чтобы более понятно это было, я покажу на примере дифференцированного подхода, например, схемы, которые включают иммуно-онкологические препараты, например, комбинация ИПИ-Лимумаба и Ниволумаба в комбинации с химиопрепаратами и так далее. То есть если мы посмотрим на все схемы, которые включают эти препараты, они достаточно разные, могут быть разная кратность введения, она не всегда соответствует циклу схемы. Так вот после разгруппировки мы имеем, соответственно, подгруппы, где идет введение, в день введения будет оба препарата, и это, соответственно, подгруппа будет иметь больший коэффициент затраты емкости. И будут, например, дни введения, когда вводится только один препарат, он будет иметь меньший коэффициент затраты емкости, и, соответственно, потери медицинской организации, они существенно сокращаются в этом случае. Если вы вспомните, какие, в принципе, минусы несет, скажем, потеря медицинской организации, если она использует эти препараты. Ну и следующий пример, то, что в этом году было введено, все вы знаете и часто используются схемы, например, антихиеротерапии, там, например, двойная комбинация или обычные схемы, и у нас было выделено схемы подгруппы, которые будут по-другому оплачиваться, если это нагрузочная доза. Если в обычном кодировщике у нас эти показатели все усреднены, то в нашем регионе есть разгруппировка, и отдельно выделены схемы для нагрузочной дозы. Это тоже позволяет, так скажем, меньше медорганизациям терять средства, если они берут этих пациентов на введение. Почему это актуально, например, для нашего региона? Бывает так, что наш пациент может получать лечение в течение года не только в одной медицинской организации, а может получить, например, несколько введений в одной медорганизации, потом продолжить лечение в другой медорганизации в пределах региона. И поэтому, в принципе, вот такая ситуация, она делает, наверное, более справедливой оплату этих услуг. Также в этом году вы помните, что есть препараты, которые не являются, они входят в перечень ЖЛНП, и, соответственно, они не были внесены в кодировщик, но, тем не менее, есть пациенты, которым есть необходимость назначить данные препараты. И, соответственно, если мы эти препараты используем, то обычно мы кодировали схему, например, 9003 и так далее. Соответственно, вы все помните финансовую составляющую этих схем. В нашем регионе это будет около 6 тысяч рублей. Это дневной стационар, около 12 тысяч рублей. Это будет круглосуточный. Соответственно, после разгруппировки появились дополнительные возможности, во-первых, по терапии рака молочной железы, рака яичников, рака поджелудочной железы, сарком мягких тканей. И медорганизации, которые будут эти схемы проводить по этим схемам лечения, они не будут терять деньги. Соответственно, смогут назначить это своим пациентам. Это касается как раз абраксана, келексапигилированного липосомального доксорубицин и требектидина. Что еще было сделано, что, в принципе, сделало нашу онкологическую помощь более доступную для наших пациентов в плане лекарственного обеспечения. Также вы помните, что в начале года, когда мы увидели разгруппировщик, мы увидели, что, например, пролонгированных препаратов, например, актериотида, 20-30 мг, мы не увидели в кодировщике. А пациенты эти есть. И, соответственно, была проведена работа, эти препараты были внесены и выделены тарифы на лечение актериотидом и денусумабом. По денусумабам тоже был ряд проблем в этом году. Вы все помните, что, например, соответственно, вы этот препарат могли использовать и кодировать. Он у вас проходил в оплату, если вы кодируете гигантоклеточный, по-моему, ГКО. В нашей ситуации мы смогли это внести. И, в принципе, размер тарифа стал компенсировать расходы на приобретение препаратов в нашем регионе. Также выделен тариф на введение препаратов. Соответственно, есть ситуации, когда препарат получен за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета, а также из иных источников за исключением средств ОМС. И, соответственно, выделена отдельная подгруппа КСГ, которая оплачивает услугу, и это не идет штраф. И, как практика показывает, наиболее часто этим пользуются наши гематологи. Ну, что еще было полезного сделано, и что облегчает нашу работу и доступность онкологической помощи? Это, например, в диагностических тарифах были, например, выделены и разгруппированы тарифы, например, на определение статуса ПДЛ. В нашем регионе нет усредненного тарифа, да, и если мы рекомендуем нашему пациенту выполнить это исследование, мы, конечно, должны понимать, направляя в центр морфологической диагностики, каким антителом мы хотим, чтобы нам определили в конкретном случае конкретному пациенту эту мутацию. Соответственно, в нашем регионе есть разделение как раз по антителам, соответственно, с разной стоимостью. Но это учитывает как раз стоимость расходных материалов. И мы видим, что 22С3, СП142, СП263, они имеют разную стоимость. В принципе, проблем это не возникает теперь, и оплата идет не усредненная, а конкретно с указанием того антитела, которое было использовано. Также внесены были тарифы на диагностику HER2 статуса дополнительно, кроме иммунгистхимии, у нас разгруппированы методикой FISH и SISH, ну и дополнительно введены тарифы на мутацию берсии в крови. Также в плане диагностики были дополнены ряд услуг, а именно заптор биоптата, это и пункции костного мозга, пункции лимфатических узлов под контролем ультразвуковым, пункции образования, ну, трепан биопсии молочной железы также под ультразвуковым контролем, также биопсии предстоятельной железы под ультразвуковым контролем и биопсии щитовидной железы под ультразвуковым контролем. Это было также вынесено в отдельные услуги. В заключение своего сообщения хочу сказать, что вся эта работа также осуществляется за счет нормальной, хорошей координации, в том числе и с территориальным фондом, и с Министерством здравоохранения Московской области, в котором с 2021 года функционирует управление онкологической помощью, которое занимается только онкопомощью. И здесь на самом деле это дает свои результаты, свои плоды. И мы видим, что за счет того, что проводится в том числе и еженедельный мониторинг и доступности врачей-онкологов, времени ожидания между направлением к онкологу и первичным приемом, диспансерные наблюдения, онкоконсилиум, доступность препаратов, обращение граждан, то в принципе мы понимаем, что качество нашей помощи улучшается благодаря слаженной работе различных звеньев, в том числе и медорганизации фонда и Министерства здравоохранения Московской области. На этом все.